У компании Porsche есть немало гоночных монокубков, но, очевидно, немцы задумали создать еще один. Во всяком случае, спортивный электромобиль Porsche Mission R призрачно намекает на то, что новой моносерии быть. Итак, в движение приземистую двухдверку приводят пара электромоторов с совокупной отдачей почти тысячи сил. Потому неудивительно, что максимальная скорость составляет 300 км в час, а разгон до сотни занимает 2,5 секунды. Правда, здесь есть одно важное «но». Пиковая мощность будет доступна пилоту только во время квалификации. А в обычном гоночном режиме такой Porsche сможет выдавать только 680 сил, видимо, чтобы сберечь запас батареи. Сама тяговая батарея емкостью 82 кВт-часа спроектирована немецким концерном BAS. Она надежно защищена от перегрева, чтобы не допустить ухудшения рабочих характеристик во время гонки. По времени круга батарейная новинка не уступает бензиновой 911-й в трековом исполнении GT3 Cup. Но первые боевые старты состоятся не скоро, скорее всего в 2022 году. И еще. Несущий монокок замкнутого сечения выполнен из углепластика. А вот двери, крылья и пороги отформованы из перспективного пластика, армированного волокнами льна. При этом кокпит пилота выполнен как единый модуль, который можно применять и в роли симулятора, если поставить такое отдельно от машины. Кстати, вышеупомянутый Porsche 911 GT3 оснастили опциональным набором Touring Package, который делает самую экстремальную версию модели, пригодной для дальних поездок. Вместо массивного антикрыла на корме установлен компактный выдвижной спойлер. Салон обшит практичной кожей вместо замши. И, конечно, внутри нет каркаса безопасности. Кроме того, передний обтекатель теперь окрашен в цвет кузова, а боковые стекла украшены полированными молдингами. Техника оставлена неизменной. Это атмосферный 500-сильный оппозитник, в пару которому можно заказать 6-ступенчатую механику или 7-ступенчатый робот. Набор Touring Package доступен совершенно бесплатно. И это вовсе не придумка современных маркетологов. Впервые такой пакет начали предлагать в 73-м году.